Здравствуйте, друзья! У нас есть вопрос интересный. Человек спрашивает, как мы со Светланой в нашей жизни используем правило 80-20 или принцип Паретто, это иногда называется. Я расскажу, о чем там речь более подробно. И если вот мы сами, может быть, не хотим особо там рассказывать, то, может быть, мы скажем, где посмотреть, где почитать. Давайте я начну вот где посмотреть и где почитать. А может быть, даже надо сказать сначала, что это за принцип такой. Был такой в Италии человек по фамилии Паретто, и он занимался изучением распределения земли, собственности на землю, в какой-то провинции, там, итальянской. И обнаружилось, что 20 процентов населения этой провинции владеют 80 процентами земли, а вот остальные 80 процентов, на них только 20. И дальше и сам Паретто, и другие люди стали вот эту пропорцию 80-20 обнаруживать, ну, буквально вот куда ни глянешь, там вот эта самая пропорция. Она так известна и популярна в сегодняшнем мире, потому что принцип Паретто взяли на вооружение те, кто занимается бизнесом. Тренеры, которые по бизнесу, мотивационные вот эти вот спикеры, и вот они, как бы этот принцип Паретто, или там принцип 20-80, или правило 20-80, если вы погуглите на это дело на любом языке, вы увидите какая-то масса всего, и на ютубе видео полно на эту тему, вплоть до очень-очень интересных и как бы известных людей, которые на эту тему говорят. Практически любой мотивационный спикер на эту тему говорил, там и Брайан Трейси, там и я не знаю, там кто там еще, но я из них, из всех выделяю особенно Джона Максвелла, я считаю, что среди сегодня живущих мотивационных таких спикеров, но он не исключительно мотивационный, он на самом деле менеджментом много занимается, лидершип, лидершип, успех, менеджмент и так далее, вот он с этих позиций. Он на самом деле сейчас уже особо и не ведет семинаров, он книжки пишет, а семинары, если он ведет, то он ведет для бизнес-тренеров по очень ограниченному кругу тем. И вот у него есть такая программа, книжка есть на русском языке, она есть тоже, называется 21, я боюсь не точно сказать, но идея в чем? 21, значит там необходимый или там очень важный, по-английски это называется irrefutable, значит принцип там, я не помню, в менеджменте или в лидершип, там вот такого плана. Наберете Джон Максвелл, наберете 21, сразу увидите. Книжка есть, я ее видел. И в этой книжке он рассматривает 21 принцип, один из них это вот принцип Паретта, и есть видеокурс к этому, на английском языке есть. И вот из этого видеокурса какой-то человек вырезал кусочек, относящийся к принципу Паретта и вывесил его когда-то на ютубе. Я жалею, что не сделал копию, я студентам ссылку давал, потому что это был совершенно потрясающий такой фрагмент, очень сильный. И он смотрит на принцип 20-80 с точки зрения в данном случае менеджмента, вот как рационально организовать управление людьми. Так вот, если вы хотите моего совета там, что почитать, начните с Джона Максвелла, вот с этой книжки. Видео с интернет, с ютуба убрали, поэтому я уж не знаю, что сказать, значит, ну, может быть по-русски есть что-то озвученное, и где-то оно там лежит, не знаю. В общем, разбирайтесь. Торренты вам в руки, в общем, делайте, что хотите. Теперь мы немножко давайте поговорим по сути этого, значит, принципа, и мы перейдем к теме, вот как мы этим пользуемся. Идея вот какая, что я уже сказал, что вот эта пропорция 20-80, она очень распространенная. Есть другая пропорция, например, тоже распространенная, 10-90. То есть есть вещи, где не 20% труда, времени или денег дают 80% результата, а есть такие, где 10% дают 90% результата. Такое тоже есть. Посмотрите, например, на распределение доходов в стране. Как интересно, сколько зарабатывает там 1% населения. Посмотрите, как они налоги платят. И вы увидите, что 1% населения платит там 38% всех налогов в Соединенных Штатах. А допустим, 10% населения платит, я боюсь соврать, я эту цифру где-то видел, я ее боюсь переврать. Может быть, 80% всех налогов. Понимаете, там тоже вот такие какие-то свои пропорции. Значит, с точки зрения оптимизации того, что вы делаете, того, что я делаю и так далее. Если вы посмотрите на там Портнов Компьютер Скул, то мы характерный пример, наш процесс учебной, концепция школы, характерный пример применения правила 80-20. При том, что я правила никакого не применял, я просто задним числом уже, когда книжки читал и так далее. Я когда видео посмотрел Джона Максвелла, я даже пошел и купил книжку, нашел где-то, не так просто было ее купить, купил книжку этого Поретта, на которую тот ссылался. Он на нее наткнулся в 60-е годы, в конце 60-х, когда учился в университете. И он сказал, какая книжка, и я вот, значит, надыбал эту книжку, но читать уже так толком не стал, так чуть-чуть пробежался. Вот, значит, меня когда-то задела эта штука заживую, но наша школа, значит, хороший пример. Единственное, я оговорку хочу сделать. Есть такие, значит, виды деятельности, где ты не можешь срезать углы, где ты не можешь сказать, меня устроит 80%. Вот я потрачу 20% ресурсов, получу 80% и меня это устроит. Понимаете? Есть такие, где нужно все 100%. Допустим, если вы делаете операцию человеку, да, его херок, вы не можете сказать, я 80% операции сделал за 20% цены, остальное хрен с ним вообще делать не будем. Так не получается. Понимаете, если у вас ракета должна попасть вот в эту точку, то там 20% туда или там 80% сюда, да, вы так не хотите. Вы хотите, чтобы она попадала, там, скажем, с вероятностью 100% или около того, а не с вероятностью 80%. Понимаете? Так тоже. Хотя вроде дешевле, но просто по своим стреляет. поэтому есть виды деятельности, где можно ограничиться 80%. Допустим, вот то, что мы учим в школе, надо было бы по-хорошему учить целый год. Но мы не учим этого год, поэтому мы не добиваемся 100% того, чего надо было бы добиться за год. Мы учим 3 месяца там, но не 20%, а 25%. Вот мы учим столько. И, ну, вы знаете, что вот мы за 20% времени, 25%, мы добиваемся 80% результата, знаний каких-то. И достаточно этого, чтобы пойти и найти работу. Вот история какая. Поэтому, значит, мы думаем, ну что же мы будем лишний ресурс какой-то тратить, чтобы добиться, в принципе, того же самого. Мы-то хотим, чтобы человек работу нашел, а нашел он ее с большим перевесом или там с небольшим перевесом. Понимаете, это уже не важно. У него был проходной бал. Вот в той мере, в какой я добился проходного балла, в этой мере я могу не интересоваться получением максимального балла, если это стоит дополнительных каких-то ресурсов. И принцип Паретта, он говорит так, что если вещи, дела, которые ты должен сделать, правильно упорядочены, то есть вот приоритизация происходит. Приоритизация. Если приоритизация произошла правильно, и тебе нужно сделать 10 дел, то два самых важных дела, которые там в этом списке будут из 10, вот они не всегда, но очень часто, этих двух достаточно, чтобы получить 80% результата. Более того, если ты будешь все свои силы бросишь на оставшиеся 8 вместо этих двух, то ты потратишь времени в 4 раза больше, то есть 80 вместо 20, и результата ты получишь не 80, а 20. То есть ты в 4 раза больше ресурсов и в 4 раза меньше результата, соответственно, эффективность 1 к 16 у тебя будет. То есть совсем плохо, совсем труба. И очень многие начинания у людей сыплются, потому что они не в состоянии правильно приоритизировать вещи. Так вот, вы хотите что-то сделать, вы хотите там, я не знаю, бизнес создать. И вы должны, вы садитесь и пишите себе, да? Вот мне нужно это, 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 это. Потом вы говорите, давайте будем приоритизировать. Что самое главное? Вот если бы осталась только одна вещь, но самое-самое главное, что это было бы? Ставите на первое место. Говорите, из оставшегося одна, но самая главная вещь, какая будет? Вы ее ставите на второе место. И если вы правильно сделали приоритизацию, это не значит, что вы, начав делать это упражнение, обязательно это правильно сделаете. Надо хорошо знать то, чем ты занимаешься. Понимаете? Я помню, для примера, вот я помню, было время, когда в течение года, вот была одна наша школа по QA, русская, значит, а в течение года сразу штук 10 возникло. И все время какие-то люди приходили и говорили, давайте делать бизнес вместе. Я говорю, а как вы себе представляете? Они говорят, мы купим компьютер, вот мы поставим компьютер, дадим объявление, а вы будете учить, устраивать там и так далее. Значит, а деньги пополам. Они думали, что в этом деле главное компьютеры поставить. То есть им казалось, что это очень важная, приоритетная задача. А поставить компьютеры вообще денег-то не надо. Вот, допустим, если бы я хотел это сделать, я бы сказал, ребята, открываем отделение в Сан-Франциско. Там, допустим, начинаем операции, там, через два месяца. Собираем деньги. Они пришли и стали сдавать деньги. Как только они деньги сдали, мы пошли, сняли помещение, мы пошли, купили компьютеров, мы пошли, все оборудовали, поставили. И они подошли к этому моменту, уже все стоит. Да не нужен мне никто со своими компьютерами. Самое же сложное, это чтобы клиент пришел. Если у тебя есть клиент, который несет деньги, так ты можешь и компьютеры, и помещение, и все что угодно. Поэтому у людей была абсолютно неправильная приоритизация. Расставленные приоритеты были неправильны. Они не понимали, что они делают. В этом разница между тем, кто понимает бизнес, и тем, кто не понимает. Когда вопрос там прозвучало, как вы это используете, у меня в жизни никогда не было, чтобы я сел и начал вот так приоритизировать, чтобы 10, 20 и так далее. Я могу задним числом посмотреть на что-то, что у меня реально получилось, так классно получилось. И я всегда вижу там вот эти вот 20-80, эту пропорцию. Я вижу, где она произошла, и почему мне это удалось сделать. Если вы посмотрите на что-то такое, что вам удалось, из того, где можно срезать. Еще раз, ну вы должны как бы тоже выбрать правильную область, где это в принципе имеет смысл. Так вот, если вы видите, что вы что-то так круто как-то обошли, так на повороте многих, значит, вот оно там где-то и получилось. И вы очень хорошо увидите эту пропорцию. Как применять на будущее? Я могу, конечно, из общих соображений сказать, ну вот сядь, подумай, выпиши, составь список, поговори с другими людьми, пусть они посмотрят на твой список. Может быть, они тебе как-то там посоветуют, там еще что-то и так далее. Ну, конечно, можно так. Но мой, может быть, более ценный, я бы сказал, совет, состоит в том, с моей точки зрения, более ценный, состоит не в том, как реально это правило своей жизни использовать, а состоит в том, чтобы реально пойти и послушать разных людей, которые на эту тему говорят. Не два часа, ну пусть будет 15 минут. Один 15 минут, другой 10 минут. Пусть они вас запалят, зажгут. Вы начнете думать на эту тему. У вас какие-то мысли пойдут роиться, понимаете? Вот в чем смысл вот этих вот мотивационных спикеров? Если ты их периодически слушаешь, ну, я не знаю, раз в месяц, там, полчаса. Хочешь чаще, слушай чаще. Хочешь реже, слушай реже. Но каждый раз, когда ты слушаешь этих людей, оно тебя запаляет, заставляет что-то такое крутиться там где-то. И вот какие-то мысли рождаются, какие-то идеи появляются. И если вас конкретно интересует принцип Паретта, ну, так, господи, слушайте про принцип Паретта и читайте. Есть же написанные вещи тоже. Вот. И читайте. И вы выберите там кого-то, кто вам реально ближе. В смысле, вот, кто вас заводит. И можете через там годик пойти еще раз почитать. Можете там через какое-то время еще раз почитать. Я, было время, фильм «Секрет», смотрел, наверное, раз в 6 или 7 с интервалом, может быть, в полгода. И каждый раз, ну, первый раз и 3-4 точно. У меня было ощущение, что я первый раз смотрю. Настолько свежим было восприятие. Я давно перестал смотреть. Но я думаю, может, сейчас пойти глянуть, тоже что-то произойдет. Не знаю. Но гораздо существеннее быть вот в этом состоянии запаленного, понимаете, заведенного, который ищет решение, у которого ум пошел крутиться. Вот чем, например, конкретный совет, как вот этот конкретный принцип куда-то там применить. Счастливо!